так ну что всем привет мы в кое-то веке начали вовремя а потому что здесь не было предыдущей пары вот у нас как обычно встреча по вторникам встречи на предмет разработки программное обеспечение под линукс вот и у нас сегодня такая тема традиционно необъятная тема значит мы это самое как обычно впихиваем не впихиваем и вот потому что то как пользоваться допустим отладчиком или трассировщиком для достижения всяких целей ваших это разговор не на один час не на 2 да вот например один единственный доклад одного из авторов программы стрейс дмитрий левина уже займет практически всю нашу лекцию вот ну естественно не будем его смотреть посмотрите его сами ну вот значит напоминаю что вся вот эта деятельность связанная с трассировкой защиты памяти это в действительности тоже имеет прямое отношение к понятия отладки потому что как правило все вот это нужно для того чтобы понять почему ваша программа или не ваша а чья-то еще программа работает так или почему она не работает так давайте значит да соответственно первый из инструментов по которым мы будем говорить это с трейс вот давайте посмотрим что там пишут диагностик дебагин и страшен икс инстракшен в смысле информационная утилита которая показывает показывает как у нас работают системные вызовы это довольно важный момент в отладке всяких процессов то как работают системные вызовы по нему по стрессу есть конечно же прекрасная документация вот она и не только здесь но и в частности здесь тоже спасибо кириску за за то что он всех собирает вот в первую очередь идея в том что есть такой системный вызов в линуксе который называется петрейс в других операционных системах он может называться по-другому но смысл его примерно тот же вот это такое свойство ядра показывать процессу момент когда другой процесс входит в кирнил спейс и соответственно какой именно системный вызов он вызывает с какими параметрами и когда выходит то есть как бы вы запрашиваете у ядра расскажи мне про другой процесс чем там с тобой ядром делает вот в линуксе этому системному вызову наверное этому всем не знаю сколько лет дайте почитаем не скажу сколько лет а вот начиная с 26 где-то до 24 начиная с ядра 24 все это происходило вот то есть относительно относительно свежих хотя конечно это свежести уже лет сколько там десяток с лишним вот но и до первый кто изобрел такой механизм были ребята из санос из сан микросистем вот это их ядром обладал такой волшебной фичей когда больше никто этим не обладал но сейчас это любые операционные системы так делать лично вот ну что еще можно сказать про стресс прежде чем начать про него говорить ну вот есть статьи на хабре вот опять таки для того чтобы ваша операционная система ваш линукс в данном случае решим на про линукс рассказывал вам как себя ведут системные вызовы другого процесса до необходимо свойства который называется патри скоб то есть тот же самый инструмент сейчас покажу который называется яма который нам нужно было включать и когда мы с вами работали с процессами с дебагом с дебаггером вот вот этот патри скоб нужно отключать иначе иначе он иначе он будет разрешать просматривать свои собственные и соответственно у дочарних процессов системные вызова у каких-то левых не будет соответственно мы не сможем отлаживать уже запущенный процесс вот но у нас есть не ошибаюсь есть не ошибаюсь этот самый кернил я вот патри скоб на нашем сервере практикум отключен сейчас мы это увидим вот так что там будет работать по идее должно быть работать должно работать все что мы собирались сделать а а что я сделал не так а не сиск тэл а сиск тэл сиск тэл это вообще блин вообще систем д вот 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 он тут равен нулю все все всем хорошо вернем это на место да ну вот наверное стоит еще давайте поговорим про сам эстрейс еще раз что делает эстрейс эстрейс отслеживает системные вызовы которые производят запущенный под его управлением процесс происходит это примерно так сейчас мы зайдем в каталог но там в принципе ничего ничего такого особого нету но на всякий случай вот значит тут примеры какие-то которые сегодня готовил да так вот значит ну какие-то какой-то стрейс дэйт как видите внезапно для того чтобы просто вывести дату обычную дату вот где она там обычная дата вот она чтобы вывести вот это потребовалось потребовалось выполнить немного немало 16 системных вызовов из них 15 опанов ну точнее open-add до относительно опыт относительно каталога вот один access а это это ошибки сейчас сейчас calls 107 я собрал 107 системных вызовов это я посмотрел на ошибки 107 системных вызовов из них 18 31 open 18 close 21 и map ну и так дальше и так дальше вот 17 фастатов вот и по мелочи вот причем из этих системных вызов 15 были ошибочно даже 16 open-add и один access тоже вам значит и тем не менее утилита закончилась мирно она выдала то что она выдала в полном блоге без без ключа минус c c это каунт да она еще показала какие конкретно системные вызовы она она вызывала кстати тут сразу становится понятно зачем банальному банальный утилита который выводит время столько опанов все библиотеки подгружаются с помощью опана вот open open fstat read map 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 вот а также все локализации подгружаются с помощью опанов их тут много видите русская такая сякая телефон короче вот вот в частности большую часть вот этих ошибок которые мы видели в счетчике это попытка загрузить ну не знаю там локализацию для номеров телефонов например который разумеется кажется нету а нет есть вот этого нет а это есть да ну-ка да такая локализация есть ведь ну вот то есть поскольку мы с вами имеем дело не с юниксом образца 70-х годов а с современным линуксом да даже такая простая утилита как как дэйд ходит в очень много разных мест и соответственно пользуется целой кучей системных вызовов вот который ей там нужно вот помимо самих системных вызовов стресс умеет выводить всякую сопутствующую информацию например с какими параметрами эти вызовы были вызваны кстати мы помним что сискал он так устроен в линуксе по крайней мере по большинстве операционных систем что мы заранее не знаем сколько у него может быть параметров это зависит от того типа сискал который мы вызвали так то это одна единственная функция системный вызов сискал вот так вот значит с трейс у нас умеет выводить всякое дополнительное вот например если посмотреть в этот самый man по и стрессу то мы увидим что мы можем да если соответственно мы запускаем какую-то большую утилиту ну как условно большую до который делает много предположительно много системных вызовов только становится несметно много ну например если мы скажем стресс лс ну кстати не так уж несметно до стресс лс я говорю палка в ц а ты чё говоришь в общем тоже не так уж и много чуть более сотни до полторы сотни 160 штук вот но естественно какое-нибудь серьезное приложение которому собираемся запустить она этих системных вызов на генерит огромную тучу ну например не знаю вот сейчас скажем стресс сразу пропалю ключик минус а минус а это значит вывести результат в какой-нибудь файл вот и запущу какое-то мощное приложение которое много чего умеет ну например вот файловый файловый менеджер графический ну как псевдографический текстовый да вот вылезли ну вот пока мы значит нажимали на эти кнопочки более более четырех с половиной тысяч системных вызовов произошло ну потому что как правило с управлением терминала связанным там с файлами со всеми остальными делами и конечно конечно такую такую полотенце читать довольно тяжело что кстати обратите внимание вим автоматически распознал в этом файле быстрый слог и начал его красиво раскрашивать в основном это и fastad естественно open от это йогту по терминалу потому что там управление терминальной линии идет ну и всякое всякое опыт в общем вот такие дела поэтому если поглядеть в документацию стресса основной не основной довольно мощный раздел в нем будет разговор о том как фильтровать системные вызовы то есть как фильтринг вот как фильтровать системные вызовы чтобы записывать смотреть лог не от всех тут есть несколько разных способов в данном случае вы можете минус минус 3 сравняется сискол или сискол сет указать кого вы собираетесь собственно трейсить довольно типичный набор это допустим минус я файл да значит вот возвращаемся к нашему дейту стрейс минус е какой именно тип системных вызовов от фильтровать файл это разные системные вызовы относящиеся к работе с файлами вот его их становится несколько меньше а именно только открытие соответствующих библиотек открытие соответствующих локалей и в том числе попытка да и собственно собственно кажется и все тут есть некоторые проблемы которую лет десять назад в стрессе решили вот а я все еще расскажу нее про как про свежую который стоит следующем вот вас открывается файл допустим какой-нибудь был ценным вот этот он открывается на дескрипты номер три ну понятно почему не скрипту номер один из т.д. номер 0 из т.д. номер один из т.д. номер два из т.д. номер три свободный если мы открываем первый попавшийся файл его дескриптер будет номером 3 и дальше вообще говоря мы должны всякий раз когда у нас происходит чтение из этого самого дескриптер номер три помнить что это на самом деле был вот этот файл потому что понятное дело системный вызов скажем of a stat или рид который будет читать из этого дескриптора из этого файла будет естественно пользоваться не именем файла номером если ваша программа их читает довольно много вот как например сейчас чуть найдем ну скажем 10 файлов читается не читается а 4 тоже не читается а 3 хотя бы а чё я сделал неправильно а там правда до 10 нет нету 4 есть 7 нету 6 есть вот вот например значит вот есть файл который открывается он называется там mcelip какой-то а потом мы мы его проверяем что у него и встат хороший потом мы сочетаем потом мы читаем потом мы закрываем представьте себе что этот файл открывается в одном месте закрывается где совсем другом ну вот например здесь вот он какой-то следующий файл поскольку мы файл номер файл mcelip вот этот закрыли он теперь будет он теперь следующий открытый вот мы его закрыли это им всяким об дефолт они вот короче мы его закрываем поэтому следующий открытый файл тоже будет на дескриптор номер 6 вот и вот он открывается а дальше он начинает читать читает 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 в какой-то момент вообще забываем что это за дескриптор номер 6 вот поэтому с недавних а на самом деле уже достаточно давних for если мы давайте на примере того же дэйта стрейс сейчас я посмотрю какой ключик ключик кажется минус y значит минус я файл это означает что мы только под множество системных вызов которые работают с файлами трейси вот минус y ну и тот же самый дэйт вот так плохо видно давайте мы сразу это скажем минус out куда-нибудь лог вот и посмотрим этот лог вот смотрите с ключиком минус y стрейс нам будет показывать дескриптор файла с которым он работает в виде имени файла потому что машин неинтересно в данный момент какой там был номер дескриптора гораздо интереснее какой-то был файл вот он его и показывает вот такие дела значит эта группировка такой простой пример группировки минус е файл вот или минус е опенат например давайте попробуем минус минус е опенат ну что тот же дэйт вот он теперь будет только open от выдавать а все остальные нибудь вот что еще мы можем сделать мы можем сделать минус ввербу это здесь это здесь это это не здесь вот обратите внимание на то что он у классической особенно приведенный локализованный линуксовой программы очень много очень много вызовов которые заканчиваются ошибкой мы вот когда говорили минус c мы увидели что их что ошибочных вызовов было ни много ни мало 15 штук ватт 16 почему потому что договоренность о том где лежат конкретные файлы и лежат ли они вообще там для конкретного приложения мы с будем говорить например про локализацию в этом году вот они не очень точные не очень четкие то ли он вот тут лежит этот самый перевод то ли он вот тут лежит вот тут не лежит вот тут лежит видите он открылся опенат сказал что есть такая а этот сказал минус единицу а такого нет тут тут маленьким большим короче говоря для хорошего такого густого приложения довольно нормально попробовать пооткрывать всякие конфигии и другие дефолтные файлы в дефолтных местах и не найти то то же самое относится к ситуации когда нам нужна какая-нибудь загрузка библиотек ну не знаю все тот же ls вот нет он все нашел где надо потому что это термин фо хорошо и он нашел где надо черт окей я хочу посмотреть что будет если если файл не находится в дефолтном месте кто там может быть кто-нибудь ну кто-нибудь что-нибудь эдакое о слушайте у нас был пример сейчас у нас был пример этого самого накутэ написанный нет да был же я сам описал и он был вот он к 5 с его там ва ща ух как тут много там вообще так давайте посмотрим что там будет если мы сказать минус е файл да нет что-то вот он все библиотеки он нашел в нужном месте как-то это свойство не подтвердилась не подтвердилась жалко я просто по ним помню что при отлаживании каких-то бинар ников очень часто бывает что он их ищет в 10 местах эти самые библиотеки только в десятом находит но кажется тут все с первого раза сработало но и неважно в любом случае как видите для того чтобы загрузить любую из тех библиотек с которым слинкована наша программа любую эту библиотеку надо поискать и открыть с помощью опена в каком-то месте такие дела вот но это было отступление это было отступление про минус y вот давайте тогда вернемся к нашему примеру с дейтом еще раз посмотрим на то что дэйта пытается открывать файлы с локализацией там где их нету и возвращает я на end вот и попробуем сказать ему минус z что означает показывать только успешные открытия вот он просто отфильтрует все ситуации при которых мы безуспешно пытаем что пытаемся работать с файлом которого нету вот кажется за большое сделает обратное покажет только неуспешные варианты вот это бывает полезно когда вы не хотите видеть постоянно на постоянке вот эти самые открытия открытия файлов это все ой чуть такое это какая-то ошибочка так значит довольно забавно ситуация при которой не так незабавно довольно часто случается ситуация что вообще не хотите видеть как этот чертов дэйт читает какие-то переводы вас не интересует переводы вас интересует а чуть чего кроме переводов то он умеет читать да потому что при переводы и так понятно какие еще файлы он читает вот вы можете указать конкретно путь в каком месте вот в каком месте дикс джанкшн трейс в каком месте он этот файл ищет ну например не знаю там где-то c какой-нибудь давайте попробуем ничего видеть цене не смотрят да а это потому что я сказал минус z нет все равно ничего не смотрит понятно то есть надо указать четко четко имя файла ну хорошо давайте посмотрим четко имя файла ну вот да например если вы хотите узнать что он что что конкретно ваша программа бил делать конкретно этим файлом которую вы нашли в этом полотенце стрейса то можно сделать его так отграничить под путем кстати нельзя тут шаблон сделать я думаю что нельзя я думаю что нельзя да нельзя то есть конкретные файлы указываете а сам этот файл находите в большом логе вот это что касается работы с файлы внезапно да на самом деле вообще-то язык описания стрейса язык описания фильтров и стрейса очень развесистый обратите внимание что там не только группы сисколов типа файл нетворк сигнал ipc и так далее и так далее и так далее это группы пиору к это такие сисколу которых нет параметра вот но также вы можете указать всевозможные некоторые язык описания например только что 64 разрядные или если таких сисколов нету то можно все равно поставить вопросительный знак имя сискола это часто бывает в разных операционных системах в одной есть там везде есть сисколов соответствующая в linux называется по-другому и вы можете написать универсальный скрипт который стрейсит и то и другое вот с помощью этого маркера и так далее на самом деле есть еще одна совершенно забавная ни одна еще несколько штук довольно забавных ключиков у ключа минус е это например говорить на каких с какими открытыми дескрипторами или с какими сигналами работать или даже но об этом мы поговорим позже как заставить системный вызов выдать ошибку там где он на самом деле работает нормально но это чуть чуть позже вот это что касается значит файлов вот естественно из трейс умеет залезать в подпроцессы и 3 стих тоже для этого достаточно сказать ему минус форк вот минус фы вот то есть если у вас какая-то программа вызывает другие программы как быть даже не знаю какие кто кто там из-под себя что запускает на любой shell скриптом будет работать до что-нибудь тип такого ну скажем вот сейчас напишем shell скрипт вот здесь у нас будет бинш здесь он будет дэйт дэйт а здесь в ху какой-нибудь вот тесто что будет если скажу так отлично заработала вот но что это произошло давайте посмотрим минус 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 о о лог вообще говоря загрузился shell и это стрейс это стрейс шелла которая всю эту штуку выполнял давайте посмотрим как тут произошел запуск и экзек экзек ве нет экзек ве а да вот а сейчас ну и где это все нету ну вот что то я не вижу чтобы он вот он пытался бин дэйт бин дэйт бин дэйт а потом он должен был запустить его этот дэйт но никто его не аксесс он сказал а экзек он не сказал ну вот давайте попробуем теперь сказать ему минус ф улог вот и вот тут вот уже уже гораздо вот вот тут уже гораздо больше информации про разные процессы вот мы запустили шелл да он утресил тресил 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 давайте посмотрим где у нас у производит происходит экзек сейчас где у нас да значит теперь в начале содержится пид того процесса который мы отлаживаем потому что мы тресим к потому что вот вот смотрите теперь из под нашего шелла запустился следующий шелл который выполняет скрипт и это скорее всего тоже шелл вот этот скрипт этот шелл уже выполняет скрипт он выполняет 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 и вот где-то здесь сейчас вот нет я соврал это был дэйт я соврал 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 86 86 87 а где же он акцесс ну-ка экзек ве что-то мне непонятно почему этот процесс этот 70 а потому что это же форк экзек да это экзек экзек вот этого биндейт произошел в процессе 87 мы отфоркались запустили запустили дэйт продолжали теперь работает дэйт запустилась но был копия шелла вот это 87 до отфорка кстати это какой-нибудь клон что ли и должен был выдать не вижу клон да 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 вот видите вот вот вызов вызов системный вызову клон он же форк до уклон это более мощный инструмент чем форк просто форк это в общем макрос из клона вот он породил процесс 87 вот этот процесс 87 кое-чего проверил и и где-то здесь он должен за экзек век экзек векать вот дэйт вместо себя запустил дэйт вот и так же со следующим процессом у нас наш шелл 86 процесс должен сейчас пофоркаться не не здесь вот здесь вот он пофоркался вот он запустил следующий процесс 88 дальше он кое-чего проверял и где-то здесь у него будет экзек ве уже ху ну вот так это примерно и происходит и дальше происходит отладка вот вот этот ключик минус фу фу где-то минус фу вот это на самом деле никакой не ключик это просто отсылка к любимому в документации классических хакеров сишных названию переменных фу и бар вот а на самом деле минус фу это минус f минус о о то есть вот так вот это то же самое что вот так вот то есть запустить с с трейсом форков и вывести значит результат файл под названием о вот такие дела можно еще кстати сказать еще сказать ему минус и и тут правда тут правда этот самый вим уже перестает понимать что это что это стрейс ой а как раньше он понимал секунд а в ключик минус и покажет адрес в памяти по которому все это происходило то есть конкретно с какого места был вызван этот самый системку если вам это очень хочется я не знаю зачем это может быть нужно но пожалуйста такое тоже может быть вот соответственно мы можем кстати сказать мы можем не париться и вообще по сделать вот так вот смотрите минус ей где кве и опа нам покажут только запуск самого скрипта шелом запуск дэйт и запуску все чистый вот вот чистенький такой лог вот сюда обратите внимание что в этом в этом и где кве гораздо больше чем раз два три параметра их прям скажем 51 но нам их не показали чтобы вообще можно было хоть что-то прочесть если вы хотите что вам показали все параметры надо делать минус в верболус вот они все эти параметры это на самом деле что это на самом деле третий параметр экзекве то есть все переменные окружения входят в параметр такого запуска обратите внимание на то что размер переменных окружений тоже усечен потому что они иногда бывают здоровенные и этот вывод будет еще больше но если вы хотите чтобы и это было видно целиком задайте максимальный размер того максимальный размер параметра который дампит стрейс чтобы на него посмотреть ну скажем килобайт вот вам пожалуйста жух кажется он ничего не усек потому что все эти переменные окружения были размером меньше килобайт вот это к вопросу о том какое количество информации вы можете выдавить из значит вашего стрейса вот в частности минус и относится к тому же да это указание адреса с которого произошло обращение вот а еще наконец если вам мало если вам мало значит эта информация сейчас сейчас где она тут минус 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 и так далее вы еще может сказать минус к и вам будет выдаваться стек трейс от каждого процесса но потому что в момент входа в ядро очевидно доступ того процесса который вы строите доступ к памяти того процесса который стрейс имеется и вот там будет такой бэктрекинг бэктрейс примерно такой же как мы видели по команде бэктрейс к дэбэ вот из вашего шелла а потому что у нас запускался shell обрабатывающий скрипт из липси была вызвана функция липси была вызвана функция была функция вызвана липси и вот наконец какой-то из них в какой-то из них мы вызвали этот самый стек трейс вот примерно так это и выглядит вот был вызван экзек ве вот отсюда здесь была вызвана функция shell экзек ве а здесь была функция экзек ве которая собственно привела к это что касаемо всевозможной дополнительной информации вот со всеми ключами которые мы видим и тут посмотрели на нее значит более интересная тема и более сложная и это так называемый вброс ошибок вброс ошибок и эта ситуация вот какая посмотрим на ролик дмитрия левина и на слайд дмитрия левина который в общем 2016 год довольно давно уже было который называется can stress make you fail вопросительный знак у вас это собственно и есть эти самые сейчас как это вот вот они эти слайды в pdf там все довольно аккуратно написано я грешным делом оттуда стырил парочку примеров сейчас мы на это посмотрим на все эти примеры что такое вброс ошибок вброс ошибок это возможность подменить результат работы сискола на ошибочный даже если он на самом деле то есть не даже а именно если он на самом деле ошибочным не был зачем такое нужно по слайдам в докладе значит это рассказывается довольно таки подробно разные примеры зачем нужны такие вещи can make you fold вот вообще дмитрий левин является соавтором и на сегодняшний день чуть ли не ведущим антейнером утилиты этой самой стресса заодно это один из такой неформальный комьюнити лидер в нашем сообществе в altlinux team вот сейчас наступило время признаться в том что сейчас я найду портрет Дмитрия Левина портрет вот сайт самого стресса вот его профиль на гитхабе вот это Дмитрий Левин видите он первый в череде монтейнеров так вот наступило время признаться в том что вот этот логотип очень долго утилита и стресс жила без логотипа там такие хакеры которые значит ну только чего рисовать они не умеют точно вот этот логотип был Виталик когда ты его нарисовал? лет пять назад нарисован присутствующим здесь Виталием совершенно как-то случайно то есть это вот оно само так получилось мы с Виталием специально не взаимодействовали вот и он нам страшно понравился во-первых потому что страус и стресс это примерно значит одно и то же а во-вторых вот не замечаете ничего общего между этими двумя персонажами то есть выражение лица носа в общем неуловимо похоже и в общем мы решили что это очень хороший логотип вот Диму тоже убедили в том что это очень хороший логотип Вадим был только рад что есть логотип ну вот такие дела значит да так вот возвращаясь к докладу Дмитрия на предмет того на предмет вброс ошибок давайте сделаем так вот у нас есть команда точка кат дев нул давайте пострессим ну он походил в локале куда-то это конечно все очень интересно но давайте мы ему скажем сразу минус П дев нул да дев нул все происходило очень хорошо мы сделали open-add на этот дев нул мы сделали его fstat вот мы сделали из него read этот read вернул ноль понятное дело потому что там было в дев нул ноль содержимого мы его закрыли все все очень хорошо давайте даже скажем минус y чтобы было ясно что мы ходили именно где в нул они куда-нибудь все прекрасно давайте значит сделаем такую маленькую черную магию она не черная она скорее белая мы же помним что утилита кат это утилита которая просто значит склеивает содержимое всех своих параметров вот очевидно что в данном случае он даже сходить к дев нулу два раза и вот раз они на и встать его открыла прочла закрыла да вот черная магия состоит в том что мы можем написать вот так значит конструкция шелл паттерна в фигурных скобочках запятая означает девнул а запятая девнул бы но поскольку у нас нету девнула а и девнула б есть просто девнул то вот такая конструкция означает девнул и еще девнул вот 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 я нажал таб сейчас нажму таб она раскроется зачем так а затем что мы можем еще одну запятую на первых поставить и тогда их будет три видите вот собственно вот вот зачем все это сделается а затем что давайте мы теперь скажем стрессу что оставим две то есть три девнула вот скажем стрессу что мы И зафейлим системный вызов минус e фейл, системный вызов опенат. Что? Name. Сейчас давайте посмотрим, как это делается. Я забыл. Fold, не фейл, а fold. Нет. Опият. 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 Понятно. Опият. Вот так. О! Все три раза, когда мы сходили к этому самому опенату, он ему возвращал ошибку иенусист. Нет такого системного вызова. Ну, это плохая ошибка. Давайте что-нибудь другое. E равняется e access. E access с одним буквами S, потому что их там 6 букв. О! Ошибка доступа. Ну, нас, конечно, S3 предупредил честно, что это injected. Вот. Но, значит, да. Мы даже можем сказать, when равняется 3. И вот он первый раз нормально прочел опенат, второй раз нормально прочел опенат, а третий раз ему было отказано в доступе. И этот инструмент, air-injecting, помимо других резонов, которые разложены в докладе Дмитрия, очень удобен для отладки программ, когда вам вручную смоделировать ситуацию. Ну, вы хотите отладить поведение вашей программы в случае, если, например, там файл недоступен, или его удалили, или еще что-нибудь. Так вот, он очень удобен в ситуациях, когда создать в реал-лайфе, природно создать ситуацию, что вам внезапно, значит, возникла ошибка вот в этом конкретном системном вызове, довольно сложно. Ну и ладно, пускай эта ошибка будет только в воображении вашей программы, и она будет инжеркнута с трейсом. Зато можно поотлаживать, как будет себя вести программа, где не предполагается, что ошибки будут, а она будет. Примеры Дмитрия. А, вот пример еще один, да? Значит, так, давайте почитаем документацию. Я там видел одно несоответствие, было бы интересно. пробуем вот так, минус Е, файл. О, это что, старая документация? Ой-ой-ой, а давайте почитаем новую. А, значит, она где-то в другом месте. Короче, минус Е, файл, это то же самое, что минус Е, инжект, мне кажется. Давайте проверим это. Да, вот поэтому я слово файл не нашел в мане. На самом деле, это тот самый минус Е, минус Е, минус Е, инжект. Вот. Минус Е, инжект. Да ладно, все, я знаю, я верю, я знаю, что ты, что ты это умеешь. Вот. Нет, это suppression. Ёлки-моталки. Извините, сейчас расступлюсь и будем... Главное, что тут нет секций, надо глазками искать, а фон этот почему-то не ищет. Сейчас найдем. А, это манта по трейсу, я очень долго могу по нему искать. Господи. Никто не заметил. Вот поэтому я хотел, что люблю, чтобы люди сидели. Да, 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 спасибо, спасибо, Максим. Вот буквально секунду назад я это заметил. Спасибо, дорогой. Вот жалко, что вас нет в онлайне. В смысле не в онлайне, а здесь в аудитории. Вы бы быстрее на это среагировали. Вот. Вот. Это filtering. Вот. Это e-fold, он же e-inject. Вот. When export. Вот этот when, я хочу понять, как в n равно вычисляется. Потому что я видел пример. Я, собственно, полез в документацию, чтобы понять, как в этот пример. First, last step. Вот. Там можно каждый третий, например, сделать fold. Начиная с такого-то, заканчивая с таком-то, с шагом столько-то. Вот. Я просто хотел вот этот вот пример вбить, когда он будет считать слова. Да? Значит, смотрите. Strace минус e-read, vc, user, shari, dict, words. Вот. Видите, что этот read распродается на кусочки по 16 килобайтов. Даже не совсем по 16. Здесь почему-то 8, а потом по 16. Вот. А, потому что этот read, это read vc. Вот. Да? Значит, и мы можем на этом деле взять и зафолтить. Минус e-fold. Fold равняется read. Boom. Ну, естественно. Значит, error равняется e-perm. Вот. А вот vn равняется, ну, скажем, 10. И он свалится только на 10-м ринзе. Очевидно, что в программе так, вот в таких программах это не отлаживается. Он просто падает. Если мы хотим очень устойчивую программу на C написать, то вот, вот, да. Так, а как там? Плюс степ. А, ну, тут мы не увидим, потому что она падает на первой же. Ну, короче, вот. Мы можем сказать, вот она читала-читала, как ни в чем не бывало, а потом бац, и e-perm получил. Вот. Вот, в подтверждение этого, этих слов, давайте просто возьмем man, ну, не знаю, getLine. Вот. В этом mani.getLine есть пример. Вот он. Давайте из этого примера... Из этого примера... Ну, в смысле, из этого mani вырежем пример. Вот. Скомпилируем его и попробуем... Это не нужно. И попробуем... Давайте попробуем заставить его где-нибудь упасть там, где ничего не проверяется. Так, значит-значит-значит-значит. Это просто такой типок, типо cat, да? Значит, вот с тем же words можно это сделать. А out. О, отлично работает. Только никак не прибьется. Отлично. А, давайте даже не так сделаем. Окей. Давайте тогда сделаем strace. Это что был? strace. Минус e... Ну, скажем, в write. Ну, вот он их делает буквально по строчке, читает по строчке, в write пишет. Минус e-fail равняется в write. Нет, file fold равняется в write. Спасибо. White. White, это я тороплюсь. Короче, он ничего не выводит в результате. И не проверяет. Мы помним, что вот вам, пожалуйста, ситуация. Он вызвал write, этот write отработал неправильно, но у нас в тексте он не проверяется. Вот. Упс. То есть мы можем сделать вот так вот. hn равняется, ну, скажем, 10. Ну, давайте тогда только не так. Cal, cal. Вот. Чтобы поменьше было этих самых. Так. Да. В n равняется, ну, скажем, 3. Что-то не получилось. Так, 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 так. А, ну, минус ff. О. А, понятно. Фу, здесь. Глупый я человек. Да. Аут. О, о. Вот. Теперь вот так вот. Во! Во! Смотрите. Предположительно, 3-й write должен был не сработать. Что-то я не вижу, чтобы он не сработал. Давайте попробуем его. В чем разница? А, вот этот write не сработал. Не сработала запись, не сработала записи вот этого сообщения. Оно просто никуда не вывелось. Мы его зафолтили. Если мы сейчас уберем четвертую, то пропадет строчка понедельник, вторник, среда, четверг и так далее. Вот, точно. Ну вот. В общем, таким образом мы можем программу, которая вроде бы точно работает, сделать точно не работающей, и при этом она не проверит результат своего действия. Так, нам осталось не так много времени, а у нас еще приличная тема впереди. Короче, чем вообще пользуется, для чего вообще еще пользуется S-Trace? Посмотреть про то, каким файлом ходит. Часто я даже огромные куски на питоне так делаю с трейсю, потому что мне лень грепить, какие там файлы открываются, а так сразу видно, в какие он файлы ходит, где он ищет настройки, например, или еще что-нибудь. Почему висит обычно в это время в цикле на чем-нибудь висит в каком-нибудь Cisco? Куда лезет в сеть? Куда пишет читается? Ну, короче говоря, стрейс – это инструмент, который использую везде и всегда, раньше, чем ГДВ. Сначала с трейсом посмотреть, а вот если совсем ничего не получится, ну, тогда, может быть, ГДВ используйте. Вот, значит, теперь про LD-прелоуд, а мы про LD-прелоуд уже говорили же, да, в прошлый раз. Или нет? В чем фишка LD-прелоуда? Фишка LD-прелоуда, удивительно, я помню, что я это делал. Фишка LD-прелоуда в том, что вы можете оформить библиотеку, которая… Ну, давайте, давайте, вот мы, у нас время-то как раз, я что-то позабыл про этот момент. Это точно сегодняшняя лекция? Это точно сегодняшняя лекция? Ну, я готов. Значит, смотрите, вот у нас есть прекрасная программа, которая выводит 4 случайных числа. Обратите внимание, что она это делает всегда одинаково, потому что у нас нету… Ну, рандом так устроен в C, что он по умолчанию запускается с какого-то определенного значения. Если вы хотите его рандомизнуть, надо сделать, вызвать… Сейчас скажу, что… С-ранд, если не ошибаюсь, и задать новый сид какой-то другой. А без параметров с-ранд какой-то вот волшебный сид туда забивает, и тогда она будет работать случайно. Во-первых, давайте здесь сделаем не 4, а 8. Во-вторых, давайте здесь сделаем s-rand. Вот. Чего? Ну, в каком месте тебе не хватает? С-тоделеп. А что тебе не нравится? To few arguments. А как его без параметров вызвать, извините? А-а-а. Но аргумент понятно. Нету способа. Надо, естественно, не без параметров, а какой-нибудь туда у-тайм запихивать, или что-нибудь такое. Вы должны туда… Вы должны сами предоставить случайный сид, иначе это будет не случайность. Ну, хорошо, тогда ставим как есть. В общем, нам сейчас это не важно. Ну, вот. Сейчас мы будем издеваться над этой штукой. А именно, напишем библиотеку, которая будет называться random. Вот. В которой мы перепишем функцию random. Вот. Перепишем функцию run. А, нам ничего не нужно переписывать. Нам из stdio тоже не нужен нифига. Вот. Значит. Да. Сейчас, 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 сейчас. Стойте. А, ну да. Перепишем функцию run. Да? Она же целочисленная. Она же целочисленная. Правда, правда. А это что? А, это и есть случайное число. Все. Вот. Значит, перепишем функцию random. Ну, хорошо. Int. Rand. Параметра у нее, кажется, нет. Нет у нее параметров. Вот такой random, который возвращает ответ на все вопросы, на главный вопрос Вселенной и всего такого. Вот. Давайте ее скомпилируем. Сейчас, как она называлась-то? NoRand. И получим разделяемую библиотеку. Ну вот. Без ничего. Она пустая. А, она вообще, понятно, она, я же сказал, шарит. Почему она говорит стать Глинкеном? Ну ладно, неважно. А, она, видимо, ни на что не ссылается. Получим разделяемую библиотеку. Это шарит обжиг. Вот. Которую мы подгрузим в память. Раньше, чем подгружатель в память нашу, который лд линукса, подгружит стандартный липси, из которого берется настоящий рандом. И, если я правильно все делаю, наша функция рандом будет изучать всегда 42. Такие вот дела. Вот. Это делается как? Поскольку мы, наш загрузчик при подготовке, при подготовке запускаемого процесса загружает все нужные библиотеки в память, он сначала загрузит сюда вот это, найдет там функцию рандом, и она будет первой в списке. А та, которая в липси, будет загружена позже, и, соответственно, она будет второй в списке, и победит первая. Вот. Дальше больше. Давайте мы модифицируем немножко этот самый код nurand.c, чтобы в случае чего вызывать также и первую функцию тоже. Ну, например, мы будем сказать так, значит, допустим, int i равняется real rand, и return 42 и процент 2 и иначе 42. Осталось только эту функцию real rand определить. С этим будут сложности, потому что нам что нужно сделать? Нам нужно эту функцию real rand найти в памяти, предыдущую функцию рандом, найти в памяти, вот, и передать ссылку на нее. Вот. Как это делается? Ну, это делается так, что нам нужно, во-первых, взять, есть такой комплект функций работы с dynamic library function, чего-то там, вот, и нам нужно, да, значит, надо сразу, чтобы не мучиться, описать тип данных, вида ссылка на ту функцию, на ту функцию с теми типами, которые мы собираемся замещать. в данном случае она очень простая будет, вот, да, что здесь написано, что тип run type это ссылка на функцию, которая возвращает void, вот, чтобы не запутаться вот здесь в типизации. Дальше мы что делаем? Дальше мы пишем что-то типа, давайте посмотрим в подсказке, опять-таки, del sim, давайте почитаем, что такое del sim, update address of a symbol, отлично, нам это и нужно, нам нужно посмотреть, какой адрес у символа rand в нашей памяти, но не у текущего, а у предыдущего, ну, next, следующего, по этому самому, да, значит, что нам нужно узнать, называется, он rtldnext, а называется он rand. Вот нашли мы этот символ в памяти предыдущей, да, теперь мы результат вызова этой функции преобразовали к run type, потому что это просто адрес, а нам нужно, чтобы это была именно функция, которая зависит от void, в смысле, у которой нет параметров, ну, указатель на функцию, у которой нет параметров, который возвращает int, кстати, вот, потом мы всю эту безобразию, все это безобразие вызовем, и вот это у нас будет real rand, а нет, зачем мы его вызовем? Давайте мы тогда так скажем, run type равняется, только не type, а этот самый real rand, real rand, real rand, real rand, real rand, спасибо, спасибо, я очень ценю обратную связь. Ну вот, смотрите, какая штука, значит, что мы еще раз сделали, мы поискали с помощью специальной функции del sim, поискали в загруженной памяти символ следующий, который тоже называется rand, закастили его в тот тип, которым, собственно, является, это функция, которая возвращает int и зависит от ничего, сходили к нему, узнали, чему равно i, и вернули либо i, либо не i, либо 42, вот такая вот штука, пробуем, а, ну да, минус шарит, минус шарит, вот так, работает, пробуем, что там, рандом, да, смотрите, все нечетные случайные числа оказались нечетными случайными числами, а все четные и случайные числа оказались 42. Вот этот трюк, да, вот тут сокращенец подсказывает, что воин звездочка можно, можно давать, можно вот здесь вот можно было написать воин звездочка, а как бы мы его вызвали, погодите, нет, вы не правы, сокращенец, смотрите, там же потом эту функцию надо вызвать, ее, конечно, можно по умолчанию вызвать, поскольку она int и ссылается на void, ее можно вызвать по умолчанию прямо так, но по-хорошему лучше все-таки определять type-dev того библиотечного вызова, которым мы пользуемся, так что вот лучше оставить так, явно определить, какого типа будет наша функция, явно ее закасить, явно вызвать, вот, потому что вот этот вызов может, у вас может повалиться все, если тут что-то более сложное. Ну вот, этот трюк, LD-прилот, используется через, просто, абсолютно повсеместно. Чаще всего он используется, знаете где, это Linux-прак, чаще всего этот трюк используется в всяких проприетарных приложениях, которые под Linux запускаются, например, какой-нибудь Chronium. А, я понял, что сказал этот самый сокращенец, он сказал, что можно было вот здесь не кастить, поскольку DLC-м возвращает двое звездочка, а он возвращает двое звездочка, давайте проверим это, он возвращает двое звездочка, поскольку он возвращает двое звездочка, то достаточно сделать вот так вот, вот, и всем будет хорошо, потому что мы знаем, что этот тип real run, вот, да, да, давайте попробуем, да, все работает, давайте еще на всякий случай минус вулк скажем, не, все, все, все честно, спасибо, вот, значит, да, так вот, значит, opt, а где тут, что, нету, нету гугла, что ли, ну, хоть zoom, вот, смотрите, вот, например, zoom, какой-то из zoom, я не знаю, какой версии здесь zoom, неважно, важно то, что он приезжает с какими-то своими библиотеками, соответственно, нет, это судя по тому, что я вижу, бинарник, бинарник, значит, зумранчер, тоже бинарник, черти, зумер вообще очень странные ребята, окей, значит, это не зум, что, я хотел найти, те, что, как правило, такого рода, такого рода, значит, программы, представляют собой, давайте я куда-нибудь зайду, не знаю, куда-нибудь вот сюда, Google, вот, тут есть, вот, такого рода программы, представляют собой, в первую очередь, shell script, да блин, и это не shell script, ну, я так не играю, а раньше они были с shell script, в котором первым делом переопределяют, а, а может быть тут, да, вот, вот, стоило мне перестраховаться, в котором, в первую очередь, переопределяется соответствующий путь, в данном случае, ld library path, не ld-прилот, который подгружает в память, прям конкретную библиотеку, а прямо весь путь, в котором лежат нужные вам библиотеки, и при поиске библиотеки, сначала они начнут искать там, а уже потом будут искать в стандартном системном месте, потому что Chrome, он приезжает с диким количеством своих собственных библиотек, точнее Google Chrome, вот, тут где-то, где-то еще больше должно быть, тут как-то не дикое количество, но с каким-то количеством, в общем, библиотек, а что будет здесь, да, вот, вот, что, очень интересно, но непонятно, а, нет, я не то смотрю, нет, здесь видите, он со своими, а вот вулкан, например, у него свой, вот, или какой-нибудь ГЛ у него свой, свой собственный, либо ГЛ, вот, примерно так же работают и все, все всякие другие инструменты, вот, мы, наверное, сегодня самый главный инструмент не посмотрим, посмотрим еще два, и на этом остановимся, еще один инструмент, похожий на S-трейс, называется L-трейс, и он показывает вызов библиотечных функций, вот, если S-трейс нам показывал вызов системных функций, это было свойство ядра, засвечивать, засвечивать каждый, каждый из актов вызова, системного вызова, то L-трейс, он просто пользуется тем же самым механизмом, что LDD, при подгрузке, да, сейчас, вот тут вот где-то, я про это тоже говорил, так, 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 вот, собственно, LDD устанавливает некий флаг, LDD-трейс loaded objects, и потом, видите, вместо того, чтобы запустить библиотеку, мы только трейс, вот, ну и примерно такими же, такими же инструментами пользуются, и, значит, L-трейс, он, при подгрузке библиотеки, каждый раз имитирует, соответствующий, любой библиотечный вызов, вот, а потом его вызывает, примерно так, как мы это с вами сейчас сделали, с помощью, с помощью LDD-прелона, вот, иногда бывает интересно по LDD-трейсить, хотя в жизни я пользовался этим гораздо, гораздо, намного реже, чем LDD-трейсом, хотя казалось бы, вот, тут есть программа с примером, которую мы сейчас немножко посмотрим, как она работает, вот, посмотрим некий простейший огород памяти, а вот инструмент Valgrind, видимо, перенесем в следующий раз, потому что мы его явно не успеваем, очень не хочется с Valgrindом слишком мало разговаривать, вот. Это такая тема про нахождение ошибок именно в утечке памяти, вот, она планировалась, что мы расскажем, я постараюсь рассказать про все инструменты сегодня, но я не успеваю, ну и ладно. Значит, так, вот, значит, наш пример. Все вроде нормально, за одним маленьким исключением. Вот у нас i равно 20, вот мы вызываем какую-то функцию, и у нас локальная переменная i равна уже 27. внезапно. Да? Мы с вами в прошлый раз похожий трюк с GDB делали, и этот трюк состоит в том, что мы вторгаемся в стек в то место, где предположительно лежит у нас похожий, но не такой, вторгаемся в то место, в то место, где предположительно лежит у нас фрейм от предыдущей функции, в данном случае от функции main. Видите, что мы делаем? Мы берем, значит, некоторую переменную, заводим, вот, она лежит где-то на стеке, это локальная переменная. Мы берем от нее, отмеряем некоторый, сразу скажу, эмпирически мною подобранный параметр, и оказываемся, вот этот адрес, поскольку стек у нас растет вниз на этой архитектуре, этот адрес оказывается адресом предыдущего фрейма предыдущей функции, вот, ну и конкретно со смещением 12 у нас лежит первая переменная в фрейме предыдущей функции. Это как раз то самое и берем, присваиваем ей на семерку больше, и внезапно в этот момент и у нас равняется уже си. Вот. Эту, эту штуку кажется, вообще никак нельзя поймать. Синтаксически это абсолютно верный код на си. Вот. Что можно сделать? Есть несколько способов ловли таких вещей. Первое. Это используется стек протектор. Мы явно сейчас залезли в чужой фрейм, жмяк, он говорит стек смеш. И, кстати сказать, запретил это делать. Вот. Стек протектор это довольно сложный код, который достаточно сильно уменьшает быстродействие программы на си. Понятное дело, нам приходится проверять любое обращение к адресу. Во-первых, не приходится ли оно в область стека, и во-вторых, приходится ли оно в область нашего фрейма или в область фрейма какой-нибудь другой функции. Значит, другой вариант. Санитайс адрес. В случае санитайс адрес, там, кажется, проверяется, насколько валиден сам адрес, по которому мы едем в память. И тут вообще все чисто, потому что, я, кстати, не знаю почему, что мы делаем с этим адресом. Кажется, кажется, там что-то с этим, давайте попробуем попринтить, что же нам такое делает этот санитайс адрес, в результате чего все работает, и никто не ругается. так. Я, кстати, не знаю. Возможно, в этом месте происходит насильственное преобразование этого самого адреса, при попытке его разименовать, то есть принт нам не поможет. Ну ладно. Короче, вот. Но если вы хотите, если ситуация не настолько простая, довольно неочевидная, можно воспользоваться одним из многих инструментов, которые у меня названы общим генерическим именованием огороды памяти. Идея стоит в чем? Идея стоит в том, что функция выделения памяти, которую вы пользуетесь, может не быть функцией выделения памяти. Она может быть какой-то специальной функцией, которая запоминает, кому, какому участку кода, какую память выделяли, а потом, если вы туда ходите неправильно, вспоминает про это. Вот. Чаще всего такие вещи используются для доступа, для проверки доступа в невыделенную вам память, или для ситуации, когда у вас просто обычный memory leak, когда вы не, когда вы забываете, например, забываете выделять память, или выделяете память, забываете ее освобождать, ну, что-нибудь такое. Вот. Давайте напишем такой код, что этот код делает? Этот код делает молок, и не делает free. Все просто. А, нет. Вру. Он делает выход за пределы памяти. Да? Мы молочим 10 интов, мы записываем 11 интов. Я ван гой, что этот код будет работать, и никто не заметит, что он плохой. Чего тебе не нравится? Вот. Давайте можем принт даже написать. Но вы уже поняли, что программа работает, никого не спрашивает. Только она записывает один раз в ненужную память. Во. Принт. Что? Адрес. Пойнтер. Сокращенец. Сокращенец, значит, только вот... А, это P. 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 Вот. Сокращенец это самое иронизирует, что return 1 здесь нужен для того, чтобы показать, что в коде ошибка. Да. Так. Это все нормально. Обратите внимание, что все абсолютно нормально. Мы не вышли за пределы нашей памяти. Там есть границы фреймов, которые мы не пересекли. Да. Вся память идет подряд. 0, 4, 8. 0, 4, 8. 0, 4, 8. 0, 4, 8. 0, 4, 8. 0, 4, 8. Только их 11 элементов этой памяти внезапно не 10. И вот это вообще-то мы это не заказывали. Вот. Кто нам может помочь? Нам может помочь инструмент, любой, который вместо молока нам выдаст что-нибудь такое, обращение за пределы которого будет грубо пресечено. Их довольно много. В основном это инструменты еще и эффективного молока тоже. Вот. Microsoft-овский, гугловый, джималок. Специальный инструмент Memleague, который вот ровно для этого предназначен. Прям вообще. Как видите, он работает так, выурил до прелоде, а он уж сам подменяет все разумные, разумные, кстати, он у нас есть, все их, не знаю. Надо будет посмотреть, собрать, если что. Потому что если нету, то жалко, хороший инструмент. Нету, надо собрать. Сокращенец, как большой знаток низкового программирования на всяких железках, подсказывает, что если бы вместо молок был статический массив, то было бы еще интереснее, потому что мы бы могли выйти за пределы массива, там бы у нас были переменные наши же статические, и мы бы переменные эти тоже перезаписывали. Это тоже очень мило. Если вас не затруднит сокращение, придумайте такой пример, это будет прямо очень весело. Я сейчас, у меня осталось ноль минут, я не готов его придумать, а это правда очень весело. Давайте мы лучше другое сделаем. У меня есть другой инструмент, он называется дума. Да не Дима, я думаю. Вот он. И это тоже LD-прилод на самом деле. Можно вот ZLD-прилодить вот эту библиотеку. Кстати, посмотрим, какие в ней есть функции. Bbbb. Objdump. Objdump. Минус t. Вот они, defined. Минси, OpenMap, наверняка там есть malloc. Ну, короче, все нужные функции, которые нам нужны. Истерик, цепы, игорь. Короче, всякие функции, которые работают с памятью. Вот. Сокращение говорит, что этот пример подойдет, только Маласип должен быть статический, но тогда и перемена должна быть статической, и надо убедиться, что она действительно туда выходит. Но я попробую. Она переопределяет все эти функции, которые работают с памятью, которые что-то там молочат. Помните, да, мы про это говорили, когда говорили про регекс, что иногда бывает так, что молочат библиотечные функции, а вам надо фрить. Ну вот, давайте ее с LDPrillодим. Да не Дима, а Дума. Вот. Да, LDPrillод. Опа. Вот вам, пожалуйста. И это можно под отладчиком пройти и посмотреть. Забыл сказать out. Включим, что малок есть. и ран. Вот. И вот нам даже показывают, давайте только ее скомпилируем с отладкой. минус G. Вот так. Да? О! Нам даже показывают, в каком месте, чему равно I. Да? Ну, в общем, в каком, как бы, где произошла, плава славы, эта ошибка. Вот. Как видите, это проект из прошлого тысячелетия. И, в общем, последнего копирайт из прошлого, позапрошлого десятилетия. тем не менее, вот проект живый. Вот. Надо, кстати, мне покрутить, покрутить, помимо этой думы, еще и этот самый мемлик, раз уж он живенький. Пять месяцев назад он совсем живенький. Вот с ним надо тоже подумать. Он работает так же. Вот. Чего мы сегодня не успели, и, видимо, мы вернемся к этому в следующий раз когда-нибудь, это поговорить про самый главный инструмент отладки утечки памяти, который называется Валгринд. Если коротко, совсем, потому что время я уже выжрал, Валгринд это вообще полный эмулятор вашего компьютера. То есть там память эмулированная. Соответственно, любое обращение в эту память в Валгринде может быть обмазано какими угодно логическими функциями определения, откуда это обращение произошло, выделялась ли эта память, освобождалась ли эта память и так далее, и так далее. И он очень хорошо ага, спасибо. И он очень хорошо значит, этот самый Валгринд помогает вот в такой борьбе. Наверное, это к лучшему, что мы сегодня не успели, потому что он традиционно у меня в этих лекциях проходит довольно быстро, времени не хватает, а мы тогда с него начнем либо в следующий, либо в какой-нибудь раз, когда у нас будет относительно мелкая тема. А пока что, видимо, у нас уже все, время закончилось. Значит, в следующий раз планировалась лекция по адаптации к окружению, в данном случае автотулс. Если вдруг отсутствующий здесь Арсений меня переагитирует, и вместо автотулса мы будем пробовать работать с каким-нибудь мизоном, то она станет гораздо меньше, эта лекция, и тогда можно будет туда это засунуть. Если нет, то что-нибудь еще, куда-нибудь еще, вот может быть, вот сюда, в десятую лекцию засунем Волгринд, но без Волгринда мы, естественно, не обойдемся, это важный момент. И последнее, наверное, на сегодня, это что у нас в домашнем задании, не будет ли оно изменено, там Волгринда нету. Нет, домашнее задание на ЛД Прилот. Очень хорошо. Все, тогда, если нет вопросов, задавайте их, если есть вопросы, задавайте, если нет, то всем спасибо, огромное спасибо сокращенцу, он даже придумал пример со статическим этим самым, давайте на него поглядим, если уж на то пошло. Ну это ладно. Бум. Ну так, тут как-то, а что тут? а предполагалось, что мы заедем на И, на переменную И. Но мы что-то на нее не заехали. Ну, короче, это требует дальнейшей отладки, мне кажется. А у вас, небось, это самое, 3-2-х разрядные машины. Ну, короче, вот, дальше будем думать. Я именно поэтому хотел, чтобы этот пример был отлажен, потому что на разных архитектурах все это может вести себя по-разному, сей такой язык, который архитектуро-ориентированный. И вот такие вот штуки, которые фактически являются эксплуатацией архитектуры, они везде разные. Все, вопросов больше не последовало, время у нас закончилось, вот, надо будет пошаманить, спасибо, да, я вот тоже хочу. Время у нас закончилось, давайте мы, значит, в следующий раз у нас тогда либо Автотулз, либо, значит, Мизонтон, скорее всего Автотулз, потому что, потому что его все еще много в окружающей нашей действительности. На этом, собственно, до новых встреч и спасибо всем присутствующим. Ватю.